Доброе утро! Добрый день, для кого как, кто уже с 6 утра на ногах, в зависимости от часового пояса, ну а кто-то только-только проснулся, так что добрый день, доброе утро, рад видеть. Да, Жень, мы очень рады, спасибо тебе, что ты именно в такой день, когда в Москву уже пришла осень, пусть не календарная, но такая погодная. Сегодня такой первый день намека. Да, и спасибо, что ты в такой потрясающе красивой летней рубашке. Продлить немножко. Правда, с тобой теперь еще светлее в нашей студии. Вот прямо попал в тон, я так рад, что тут все такое, вот, по-летнему радостное и хорошее настроение, такое же должно быть, наверное, у наших зрителей, я думаю. И у поклонников группы «Конец фильма», потому что приближается концерт. 27 августа у группы такой большой достаточно концерт, большой и по количеству людей, которые способны принять площадка, и по продолжительности программы, поскольку мы решили, что раз мы можем собрать много слушателей, то мы должны показать им много песен ярких. Все творчество. Да, это цена, я даже не поверила своим глазам. Знаете, я говорил, что это примерно почти столько же, сколько цена средней чашки кофе в Москве, но недавно я зашел в кафе и оказалось, что уже кофе дороже стоит. Более того, если вы зайдете в социальные сетях ВКонтакте, еще, по-моему, можно просто поискать, ВКонтакте, по-моему, можно купить за 250, то есть еще дешевле. Есть еще и групповые скидки, скидки за покупку в интернете. В общем, берите, зовите своих друзей, заходите в интернет, и все эти предложения, они, в общем, и у нас на сайте, и в соцсетях, вся информация подробнейшим образом есть. На всякий случай хочу сказать, что это главклуб Ильота Спейс, кто-то знает под одним названием, кто-то под другим, улица Джаникидзе, 11, и начало 8 вечера, и думаю, что более, наверное, такого заманчивого предложения, оно заманчиво, во-первых, по цене, во-вторых, по обширности программы и подготовке к этому шоу, потому что мы уже с прошлой недели сидим каждый день, репетируем, репетируем, готовимся к нашей встрече. Жень, ты сказал, вот уже очень-очень большой, крупный, масштабный концерт, начало 8, насколько настраиваться людям, на сколько часов? Ну вот я могу сказать, что перед нами же будет, с одной стороны, группа, потом мы будем у нас в плейлисте, ну, 21 песня, которую мы просто собираемся спеть, но у нас есть еще песни, которые, как говорится, добавочным списком, если разгонимся, если слушатели будут настроены, слушают нас дальше. А, а также на бис. Да, и у нас ожидаются специальные гости, у нас будет Алексей Юзленко, группа «Знаки», и Марина Черкунова, группа «Тотал». Вот, а что мы будем петь, и как это будет выглядеть, мы, вы увидите сами, потому что мы, люди так устроены, что когда говоришь сюрпризы, какие сюрпризы, нам очень интересно, то есть сюрприз уже должен быть наполовину анонсирован, иначе это уже, как бы, теперь уже сюрприз не считается. Но что-то все-таки должно остаться интригой, мы всех карты не будем раскрывать, но у нас будет, несомненно, помимо старых песен, помимо известных песен, будут песни хорошо забытые, которые мы давно не играли, но, тем не менее, они известны, и нас их, кстати, благодаря соцсетям, мы их для себя заново опять переоткрыли, переаранжировали, и будет обязательно песня, будет премьера обязательно, то есть песня, которую никто не слышал, и вот мы сами будем с удивлением для себя, ну как, открывать эту песню как концертную, как смотреть на реакцию публики, и, возможно, что-то сможем доработать после выступления. То есть такая вот интерактивная у нас программа, программа не только как концертная, а программа в смысле планы. Понятно. А планируешь ли ты шалить, скажем так, потому что люди-то знают и помнят, забыла же какое-то время и резиновая кукла на сцену вынесена. Да-да-да, мы всегда стараемся что-то такое, и выступали и в гриме таком, а-ля группа Кис, в таком гриме, в неузнаваемом. Посмотрим. Я думаю, что в этот раз все-таки мы сделаем упор в большей степени на материал, на творчество, и поэтому у нас, кстати, действительно мы, не побоюсь этого слова, репетируем каждый день, потому что мы довольно серьезно, то есть люди, которые видели нашу программу, допустим, в протяжении последнего полугода, то есть до лета, допустим, или в начале лета, они будут приятно, я думаю, удивлены. То есть мы, конечно же, не сможем обойти вниманием, вот та песня, которая звучала, не сможем обойти вниманием и те хиты, которые люди знают точно, что мы их обязаны спеть, иначе непонятно, для чего же прийти на концерт. Элис, безусловно. Вот, ну... Ну а что касается удивления, пусть удивляют поклонники вас на этот раз, да? Да, пусть удивляют поклонники, и у нас... Женечка, мы об этом поговорим... Поговорим позже? Конечно, потому что я скажу сразу, Евгений сегодня принес такое. Ты сюрприз за сюрпризом. Я 10 минут просто приходила в себя, и до сих пор, еще надо сказать, в таком приятном, очень хорошем шоке. Мы сейчас все вам расскажем, покажем обязательно, покажем. Предлагаю вам посмотреть три минуточки. Замечательную девушку, послушайте Ксению Луговую. Мать жены моего брата. Жень, так называется эта песня, да. А я думал, это прямо родственные отношения на телевидении. Это телерадиоканал «Страна ФМ». Друзья, большой вам пламенный привет. Александра Хайрулина и Евгений Феклистов. Лидер группы «Конец фильма». 27 августа будет большой концерт. «Концерт Йота Спейс» или же «Главклуб». Да, мы решили два названия говорить. Потому что кто-то знает под одним названием, кто-то под другим. Да, друзья, обязательно приходите. И вот теперь как раз к тому самому невероятному вообще сюрпризу, который сегодня принес Женя. Я знаю, огромное количество артистов мечтают об этом, но пока не могут себе позволить. В силу разных на той причине. Или пока только руки не дошли, или пока даже нет возможности. А вот группа конец фильма уже сделала. Сразу получилось выпустить две пластинки. Вот так, смотрите. Это сборник, в общем-то, лучших вещей. Поближе, Жень, так вот сделаю. Называется «День первый, день второй», потому что у нас есть такая песня, которая называется «Новый день». Она открывает, кстати, первую пластинку. И мы решили сделать такую серию, что ли, антологию. И назвали «День первый, день второй». И оставили такой задел. Как вы видите, тут пейзаж в разных временах года. И такой осень. И мы думаем, что мы можем оставить запас. Спрашивают, а будут ли еще диски. Я думаю, что все впереди. Все зависит от вас, дорогие слушатели, в том числе. Я надеюсь, что мы продолжим эту серию. И дней у нас много в запасе, вообще в жизни. Поэтому двумя днями, я думаю, что мы не ограничимся. Следите за развитием событий. И что радостно, что бывает так, что двойники, они как бы скреплены. А тут диски по отдельности. Вы можете, у всех разный вкус. Кто-то может, кому-то нравятся, допустим, песни с одной пластинки. Кому-то с другой. Это все решаемо. Вы можете заказать именно то, что вам нужно. Посмотреть, какие песни представлены на каждой из пластинок. Это, я думаю, что если вы, ну, на зоне точно продается, я думаю, что это не единственная площадка, где можно онлайн заказать. И я думаю, что по названию, ну, поисковиком, я надеюсь, все умеют пользоваться, вы можете заказать. И с доставкой, без доставки, и как самовывозом, я не знаю, вариантов много. И мне кажется, что это вот такой хороший подарок любителям именно винила. И я хочу сказать вот что. На самом деле не все слушатели об этом знают. Подготовка этих дисков, ну, то есть заключалась не только в красивой обложке. Мы взяли там старые диски с компакт-дисков. На самом деле пришлось изрядно потрудиться на то, чтобы переделать саму запись, поскольку чисто технологически... Вы заново играли это все? Ну, не заново переигрывали. Но, во-первых, некоторые версии есть на дисках, которых нет на компакт-дисков. Они помечены там, вот не завидуй. Еще машины цвета Валентина, они записаны, были перезаписаны специально. А вообще многие из них специально перемастерились. Кто понимает, что это значит, это, в общем-то, все равно аудиодорожка. Она отличается. Отличается потому, что чисто технологически невозможно вот взять и... То есть диск будет хрипеть на колонках. То есть это требуется технологическая такая достаточно сложная процедура. И не все, к сожалению, песни вообще удается... Ну, в общем, нам пришлось, вот я говорю, что изрядно потрудиться. В общем, это большой труд. Да, большой труд. Это не так просто, как показалось на первый взгляд. Я сам для себя открыл удивительную такую вещь. И вот... Жень, спасибо огромное. Аудиофилы будут довольны, я надеюсь. Никто не сомневается. Все будут довольны. И мы обязательно продолжим общаться с Евгением чуточку позже. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Телерадиоканал Страна ФМ. Телерадиоканал Страна ФМ. Один на всю страну. Телерадиоканал Страна ФМ. Друзья, продолжается наш эфир. Вы до сих пор находитесь здесь наш гость. И пока мы его никуда не отпустим, потому что есть еще о чем поговорить. И в виде пиклистов, лидер группы «Конечтильма». Те, у кого нет проигрывателя, да? Хотя сейчас уже продаются по достаточно доступной цене. Сейчас они опять ходят в моду. Я посмотрел в интернете. Сейчас, в общем-то, вполне доступные цены для проигрывателей. И есть знакомые, которые приобрели. И очень довольны тем, что музыка звучит, конечно, совсем по-другому. Но тем, кто предпочитает цифровые технологии, для них тоже ничего не потеряно, поскольку все альбомы, практически группы, номерные, я не знаю, как вот этот диск, может быть, в скором времени он тоже появится. Но на iTunes, на всех цифровых площадках iTunes не единственный сервис. Все это, вся дискография группы представлена, так что вы можете, кто любит слушать на телефоне, на смартфоне, в наушниках, тот тоже может быть. Жень, а сколько всегда в итоге? Шесть номерных альбомов? У нас шесть номерных альбомов, у нас, помимо этого, саундтрек сериал «Солдаты», у нас сборник лучших вещей, сборников несколько. Я боюсь сейчас уже, есть у нас... Так вот, крайний, последний был в 2012 году. Два DVD, которые выходили, я не знаю, выходили ли теперь, как аудио эти пластинки. В общем, релизов, как говорится, много, на сайте все это есть. Шесть пластинок, вот цифру шесть я запомнил для себя, вот как-то, ну, чтобы песни не повторялись. А вообще, мы, да, планируем. И, как всегда, у нас в 2012 году вышло две пластинки, сейчас у нас с этого времени тоже накопилось столько материала, что мы... Возможно, два сразу выходят. Может быть, тоже два. У нас вот представлено уже два как цифровых сингла, причем они представлены как с обложками, поэтому у нас есть как цифровые синглы «Новый день» и «Слово без ответа», они вот... Физически обложек нет, но, как говорится, синглсов, оформление есть. В интернете все можно. Сейчас интернет работает быстрее, чем полиграфическое производство. Женя, скажи, пожалуйста, с какого года ведется счет группы? Все-таки в 98-м, когда определились названием и выпуском первого альбома? Вот «Элис» было записано в 99-м, наверное, в 98-м было написано, в 99-м записано, а в 2000-м году появился клип «Желтые глаза» на MTV, и песни на радио появились в 2000-м, и пластинка, по-моему, первая появилась в 2001-м, начале 2001-го года. То есть, как говорится, ну, вот не знаю с какого года... Вы не определились для себя, да? Ну, вот в 98-м, наверное, собрались на первую репетицию, но как вот люди по-разному считают? Считают ли встречу? Если говорить о песнях, то на первый альбом попала песня 88-го вообще года. Женя, у тебя же еще два сольных альбома, которые были один, допустим, записаны в Санкт-Петербурге. Да, 90-е, «Желтые глаза», например, они были и на 95-м, 96-м году. И оформление, между прочим, художника Александра Флоренского. Если вы сейчас, кстати, зайдете в интернет и там обнаружите, что 10 стрел альбома Бориса Гребенчукова оформлял Александр Флоренский. Трехтомник Довлатовый, вот сейчас чемодан из зданий. Это вот такой достаточно узнаваемый и известный художник, чьи работы в Русском музее. И вот я могу сказать, что мой первый сольно-акустический альбом, когда меня еще никто не знал, вот он был оформлен этим замечательным художником. Мне очень лестно и приятно оказаться в таком соседстве. И даже могу сказать, что не только он оформлял, но он фактически явился моим таким первым спонсором. И не побоюсь этого слова, человек, который меня очень сильно поддержал творчески. И я надеюсь, что он не ошибся в своем выборе. Я надеюсь, что я его не разочаровал, поскольку на тот момент меня фактически знал очень узкий круг лиц. Потрясающе. И вот, видимо, вот... То есть я в неоплатном долгу считаю своим таким крестным отцом в плане творчества. Женя, когда ты сольные свои альбомы записывал первые два, ты как-то по имени и фамилии назывался? Да, было вот просто... Группы не было. Был Евгений Феклистов и была пластинка, называлась «Мне будет хлопать буржуа и пролетарий». Такое название было вынесено на обложку акустического концерта. Акустические концерты совершались... Вот, наверное, я застал последнюю такую эпоху квартирников. Не знаю, сейчас уже, может быть, они реинкарнированы, но тогда... Вот еще вот выступал в тех же... Те же самые люди, которые организовывали концерты БГ, Чижу. Вот я вот попал вот в эту паст... Такой вот... Как говорится... В эту компанию... Хвостенко, да. А зачем тебе тогда нужно было создавать группу? Все прекрасно, Евгений Феклистов, автор-исполнитель. Мне очень всегда хотелось... Я всегда завидовал людям, у которых есть группа. Это была такая мечта. И я очень рад, что она осуществилась. Я всегда с завистью смотрел. И вот так, по мере сил. Я знаю, что когда я начал репетировать с группы, многие... Ну, я работал, я работал программистом, многие коллеги на меня смотрели. И когда я говорю, ну, я поехал на репетицию, говорил, а, опять курсы кройки и шитья так они называли. Ха-ха-ха. И я, да, говорил, ха-ха-ха. Добряшки, да. Да, я, конечно, все это в шутку. Но никто не ожидал, на самом деле. Я сам, в принципе, делал это больше для... Души, что называется. Ну, я не рассчитывал, честно говоря, на коммерческий успех. Назовем это так. А вдруг это все неожиданно свалилось, как снежный ком. И произошло это... Вот обычно люди ходят по радиостанциям и убивают пороги. И я, наверное, один раз прошел по этим порогам, и каким-то образом песня Элис... А потом они уже к тебе пошли. А потом мне позвонили как-то и сказали, что вот как вот в этом фразе, мальчик, ты хочешь сниматься в кино. Ну, не мальчик там и так далее. Ну, условно, мне позвонили, я спросил, а это продюсер звонит? Говорит, да, продюсер. А это серьезный продюсер? Говорит, да. Ну, ладно, а зубы мне сделают продюсер? Тогда я поверю, что это серьезно. В общем, как-то так. Это была такая смешная, смешная диалога. На рекламу. Мы вернемся. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Один на всю страну у нас Евгений Феклистов, лидер группы. Очень приятно. Одной на всю страну. Конец фильма. И главное, что у нас большая страна и очень много слушателей и зрителей. Которые 27 августа обязательно отправятся на концерт. На концерт. Во всяком случае, те, кто окажутся в Москве, в этот день. И я думаю, что стоит перед началом учебного года, такого осеннего сезона, все-таки, я думаю, провести, вот, концовку ударно провести лето с хорошей музыкой, хорошей компанией и с хорошим настроением. Мне очень нравится ваша история с названием группы, как вы выбирали, да? Да. То сходили в кино, а потом, значит, там разноличные подбирали. У нас столько названий про эту историю. И мне очень нравится, что эти версии множатся и множатся. И, скажем... Пусть каждый выбирает для себя, какая ему нравится. Мне очень понравилось название придуманное. У этой придуманной истории есть автор. Это композитор Матецкий, известный, да? Он просто... Были когда в программе, он на всю страну, он не стал нас спрашивать, откуда название. Он сказал, ну, знаете, ребята назвались так, потому что они репетировали, внезапно закончилось. Отключили электричество. И кто-то сказал. Конец фильма, да, я не просто сказал. Конец фильма. Вот так вот. Мне кажется, что хорошо, когда много легенд связанных. И мне понравилось. И это... В общем, все версии, связанные с появлением названия, очень меня всегда радуют. И главное, чтобы не заканчивалась... Вместе с фильмом не заканчивалась история жизни. А мне кажется, что всегда, когда мы... Заканчивается фильм, всегда обычно идет в конце строчка продолжение следует. И поэтому, так как вот у нас мы анонсировали серию такую многосерийную, день первый, день второй, то есть фильм-то заканчивается, а жизнь продолжается, и дней еще много, и когда, в общем, точку ставить... Даже думать не надо об этом. Не думай. Мы ставим всегда запятую многоточек. Продолжаем, продолжаем. Ты даже как-то в одном интервью услышала от тебя такую идею, что, возможно, мы выпустим пластинку, в которой все названия песен будут из кинематографа. Да, это было бы очень... Кстати, уже частично это как-то реализовано, но посмотрим, как эта идея будет развиваться, поскольку сейчас же все борются за авторские права, и мы даже не знаем, использование названия фильма, это вот в нынешних условиях, когда за каждый шаг надо получать разрешение, может быть, и это окажется чревато. Вот сейчас вышел новый фильм «Бабушка легкого поведения» в кинотеатре. Как такое название? Такое название? Ну, не знаю. Я вот, честно говоря, все зависит, конечно, от фильма, но трудно сказать. Я бы назвал бабушкой... О чем могла быть эта песня, да? Да-да-да. Нет, я бы назвал все-таки «Бабушка низкой социальной ответственности», наверное. Если уж так. Так, друзья мои хорошие, все-таки не про бабушек, не про дедушек, а также, как ты, вот так называется песня и клип группы «Конец фильма». Прямо сейчас смотрите внимательно, ближе к телевизорам, к гаджетам, к приемникам, через что вы там слушаете, смотрите. После клипа и песни сразу же продолжим общаться с Евгением. И я одной цепочки и части, Каждый ищет в этой жизни счастье, Ищет путь к любви на этом свете. И какие бы ни назвать причины, Ты я в толпе неразличимы, И одно на всех нам с неба, солнце светит. Кто так сказал, кто так решил, Кто разделил наш общий мир? Кто здесь больной, кто здесь здоров, Кто хочет нас убить, любовь? Так же, как ты, как ты, как ты, Я хочу просто быть любимым, Так же, как ты, как ты, как ты, Я верю в то, что должен жить, Так же, как ты, как ты, как ты, Равные, как две половины, Общей судьбы, так что ждет нас, скажи. Светлый мотив к небу летит, И новый день воскреснет здесь. Ты я не просто плюс и минус, Если ложь и страх внутри, как вирус, Чтобы быть сильней, держаться, Нужно вместе. Пусть открыты станут наши лица, И любовь сотрет вражды границы, Будто небо птицы ввысь наполнят песни. Кто так сказал, кто так решил, Кто разделил наш общий мир? Кто здесь больной, кто здесь здоров, Кто хочет в нас убить, любовь? Так же, как ты, как ты, как ты, Так же, как ты, как ты, как ты, Конец фильма, так же, как ты, друзья, Пока вы смотрели и слушали клип, Мне Женя рассказывал, как он снимался. В Лос-Анджелесе, в Москве. В Лос-Анджелесе, в Москве. Меня спрашивали, как ты, ты сам, Как тебе не стыдно? Ну, скажи, ты такую, как бы, Социальную песню снимал, Ну, вместо того, чтобы ездить по Америкам И тратить, может быть, деньги, Лучше бы отдал бы эти деньги людям, В российскую глубинку. Нет, нет, нет. Пожертвовал бы деньги на реальную борьбу, Ну, в поддержку людям, живущим с ВИЧ. Я говорю, ребята, я на самом деле В Америку не ездил. Вот в этом клипе снятый, Просто режиссер был, так или иначе, На съемках в Америке по другому проекту. И мы пришли к такой идее, Что кадры в Америке оказалось Для него дешевле снять. Дело в том, что американские актеры Фактически работали за портфолио. И им было, так говорится, в удовольствие. А в Москве же все хотят получать деньги. То есть у нас съемка актеров, Американские актеры, вот, играют В клипе. А я вот с другой стороны Снимался в Москве. А кажется, что вот мы В одном помещении, на стенке, Вот это чудеса, чудеса кинематографа. Так что я никуда не ездил, Денег не тратил. В общем, я все старался делать Качественно. И для людей, да. Женя, скажи, пожалуйста, Как тебе пригождается в жизни Твой математический факультет, Специальность, прикладная математика? Ну, я не знаю. Хоть какую-то подзушечку маленькую. У людей есть такой странный стереотип. Они думают, что тот человек, Который учился на математическом факультете, Он должен обладать навыками Ускоренного устного счета И перемножать трехзначные числа в уме. А разве нет? Да, на самом деле нет. На самом деле совершенно не этому Обучают на математическом факультете. Но я считаю, что основное, что есть, Это все-таки абстрактное мышление, Способность абстрагироваться, Посмотреть на ситуацию со стороны И, наверное, разбивать какую-то задачу жизненную На какие-то составляющие. То есть составлять какой-то алгоритм, Какой-то план, Ну, как мы в школе привыкли, Если так, на доступном уровне, По действиям, Решаем задачу по действиям. Вот первым действием мы делаем такое, Вторым действием такое. И вот когда ты можешь разбивать задачу на подзадачи, Когда ты можешь анализировать процесс Или вспоминать, что у нас такая уже задача была, Давайте сведем задачу к предыдущей. Например, если ты уже когда-то, Ну, дали тебе кастрюльку, Чем отличается математика от физика, Если так шуточно? Если физику дают кастрюльку и яйцо, Говорят, надо сварить, Он, значит, наливает воду, Кладет яйцо, варит, Математик делает то же самое. Если задачу меняют, Физику дают кастрюльку уже с водой и яйцо, То физик кладет яйцо, И опять же, задача упрощается на одно действие. Математик делает так, Он берет воду, Из кастрюльки выливает, И говорит, задача свелась к предыдущей. То есть вот в этом разница. Так, а у нас же с вами будет, друзья, Возможность сравнить, Увидеть какую-то разницу Между двумя клипами группы, Конец фильма. Потому что только что было так же, как ты, А сейчас будет новый день. Новый день. Это недавний клип. Продолжим. Продолжим. Древние троинь. Мир порой устроен так, Что люди ходят в строе. И пускай возможности для роста Явно плохие, Я всегда могу сказать, Субтитры создавал DimaTorzok Но боюсь сбить режим жизни в каждодневной лжи Я хочу быть собой, но полжизни за спиной И страшно что-то изменить Все, чем жил, когда я был моложе, в свято верил Все сегодня оказалось ложью, лицемерьем Нет мечты и вместо идеалов только схемы Сделать так, чтоб жизнь не выбивалась из системы Вновь за окном новый день Дежурных дел трепетей, где деньги делают людей Ровный путь, в норме кровь Я бы умер за любовь Но боюсь сбить режим жизни в каждодневной лжи Я хочу быть собой, но полжизни за спиной И страшно что-то изменить Отчего же мы с тобой не стали? Кем могли бы? Отчего же безысходность гложет души лица? Неужели ничего не сможет измениться? Ровный пульс, в норме кровь Я бы умер за любовь Но боюсь сбить режим жизни в каждодневной лжи Я хочу быть собой, но полжизни за спиной И страшно что-то изменить Без прикрас, друзья! Ну разве что вот картоночка только с надписью «Счастье» Это прекрасно, разве можно это назвать? Счастье и любовь И прекрасные, прекрасные, чистые Обнаженка, Женя, в вашем клипе Ну вот, не знаю Тут, если квадратиками пикселизировать То тогда будет вообще непонятно Потому что слово «счастье» и «мечта» Как-то не хочется пикселями закрашивать А все остальное, мне кажется, закрыто И я думаю, что... Ну вот, мне нравится Давай скажем о том, что нужно было брать разрешение Нам нужно было брать разрешение И вообще, мне казалось, что в Москве это сделать невозможно Оказывается, возможно Но не за деньги же? Нет, не за деньги Но это требует... Просто объяснив, для чего, зачем Но это требует сил Это требует определенной настойчивости Это все-таки... Это да, получается согласие, в общем-то, бесплатно Но это не так просто выбить Это требует прежде всего времени Где-то месяц мы получали это разрешение Но зато... И даже когда получали, все равно Это не так просто Ты снимаешь, все равно подходит Все равно это требует времени Покажите документы Покажите документы, пока проверяют Это все так Друзья... Что хочется сказать? Что хочется сказать, Жень? Нам надо обязательно еще раз всем напомнить Что у нас... А мимо 27-го Если вы в отъезде, в отпусках Кто-то не успел с отдыха вернуться И, ах, как жаль, что я поздно узнал, что 27-го Не смогу посмотреть Вы не отчаивайтесь У нас впереди сентябрь В сентябре у нас, как известно В начале сентября День города Москва отмечает День города Не только Москва Но и много городов Московской области И следите за рекламой Чтобы сейчас я точно не путал даты и числа Конечно, есть сайты, соцсети Там вся информация оперативно будет Но я хочу сказать, что в сентябре достаточно большое количество выступлений В том числе я точно знаю, что один из концертов у нас Первых, начало сентября У нас замечательный, совместный концерт Замечательной группы 7-Б И мы делим с ними уже не первый раз площадку У нас эландемен был И вся группа полным составом Так что ждем и вас Так что вы сможете, да Выбирать еще и в какой компании нас посмотреть И я уверен, что, конечно Фильм наш имеет такое продолжение Это как яхта Вы помните, была беда, победа Отвалились буквы Но она все равно продолжала движение Так же, как, я не знаю Есть название, типа Свинцовый дирижабль А дирижабль этот летит и летит Ну, это на английском языке, естественно Вот, Свинцовый туман есть Да, да, да У нас будет, кстати 27-го Еще раз напоминаю В Йота Спейс В Йота Спейс В Йота Спейсе, Клавклубе Арджоникидзе 11 Приходите все, покупайте билеты Очень дешево, в интернете еще дешевле И думаю, что в сентябре тоже не закончится у нас, как говорится, формируется график на октябрь, на ноябрь. В новом году предновогодние эфиры тоже будут. Обязательно следите за новыми песнями. Они пишутся, они записываются. В следующем году у тебя твой личный юбилей. Ты уже подумал, как это будет? Да, у меня юбилей, и я понимаю, что мне отмазаться не удастся. Конечно, все уже знают. Я уже не знаю, все названия придуманы. 5-0, в мою пользу, не в мою пользу. Я уже не знаю, буду думать, как это делать. И я думаю, что единственный, наверное, достойный выход, это все-таки выйти на сцену. И вот только вопрос, опять же, где? Ну, есть время еще, конечно. У нас есть время, и мы принимаем от вас, дорогие друзья, предложение. Кстати говоря, забыл сказать, что при подготовке дисков, вот этих виниловых, мы делали специальный соцопрос, где выкладывали практически каждый из слушателей. Мог проголосовать, выбрать песни, которые войдут в релиз. Так что мы работаем в таком интерактиве постоянном с нашими слушателями. Постоянно узнаем, какие песни они хотят услышать в концертной программе. То есть вы сами определяете лицо нашей группы. И потом ничего говорить, что что-то не нравится, потому что вы сами это сделали. Да, вот на сегодняшний день. Спасибо огромное. Мы искренне всем коллективом, вся команда огромной, многомиллионной нашей аудитории желаем группе «Конец фильма» бесконечного, абсолютно неиссякаемого оптимизма, вдохновения новых альбомов, новых винилов еще, концертов, множества-множества и клипов. Спасибо огромное. Я, со своей стороны, желаю стране, стране FM и стране, которая стоит по ту сторону эфира. Или не стоит, а может быть сидит. Я не знаю, кто как смотрит телевизор. Кто-то, может быть, на каком-то мобильном гаджете, пока едет, куда-то перемещается. Но всем желаем счастья, удачи и хорошего настроения. Приходите на наши концерты и вообще слушайте хорошую музыку, даже если она не наша. Ее действительно много. Спасибо тебе огромное. Евгений Пеклистер, лидер группы «Конец фильма», друзья. Спасибо, слушаем клипы в эфире страны FM. Группа «Конец фильма» 27-м. Отправляемся на сольник в Москве. Спасибо всем.